Переживала несколько недель, все подруги держали за девчонку кулачки. Диана Мусаева до последнего боялась, что не пройдет в Барнаульский медицинский колледж. ЕГЭ решила не сдавать, ведь целенаправленно планировала идти на стоматологию. Оказалось и платно, поступить сюда в этом году непросто. В прошлом году у меня знакомый поступил с балом, допустим, 3,3 в аттестате, а в этом году мне составило труда поступить с балом 3,8. На внебюджет конкурсный бал, он тоже не такой уже низкий, это 4,2. Поэтому в этом году абитуриенты достаточно сильные к нам идут. И, наверное, это подтверждение тому, что у населения повышено доверие к медицинским специальностям. В медицинский заверили нас всегда большой конкурс. Количество бюджетных мест, их нынче 300, выделили еще в прошлом году и увеличивать не планируют. Как, впрочем, и продлять приемную кампанию до середины ноября. Нет смысла, все места уже заняты. Кстати, Диана звонка из колледжа дождалась, ее зачислить, а кому-то повезло гораздо меньше. Ну, не хватило пару тысяч, бесплатно никто не возьмет. Поэтому... А был большой очень конкурс, да, в этом году? В этом году, да, хороший конкурс. И мы мечтали сюда поступить, но не получилось. А сколько человек на место? 25 бюджетных мест, мы на 33. А что теперь, куда он? Ну, будем еще что-нибудь думать. Работать? Да, зарабатывать, чтобы поступить. Приемный бюджет в педагогическом колледже завершили еще вчера. Сегодня оформляют документы тем, кто будет учиться платно. Здесь говорят, да, заявлений подано на 15% больше. Одна из причин – абитуриенты по новым правилам могут не предоставлять подлинник аттестата, достаточно копий и уведомления учебного заведения, что они выбирают именно его. И поступающие этим активно пользуются, порой уведомляя несколько колледжей и вузов. Связано еще, наверное, с тем, что многие выпускники, ну не многие, а выпускники 11 классов не сдавали ЕГЭ и изначально уже определили для себя именно СПО. В Министерстве образования и науки, говорят, ажиотажа в колледже нет. И отмечают, повышенным спросом эти учебные заведения пользуются уже не один год. Во многие колледжи больше, чем 50% такой конкурс складывается вот уже в течение пяти лет. Это и правоохранительная деятельность. Это все педагогические колледжи ежегодно вот с этим конкурсом сталкиваются. Это все специальности, которые связаны с IT-технологиями. Это услуги, сферы услуг. Кстати, тот факт, что выпускники вместо университетов, где учиться сложно и дорого, выбирают колледжи, специалисты называют трендом последних лет. Две трети выпускников этих учебных заведений устраиваются по профессии и рано начинают хорошо зарабатывать. Так что стереотип, что в колледже идут люди, не дотянувшие до университета, по словам экспертов, уже не актуален. Татьяна Голубева, Алексей Фризин. День с толком.